Великой Отечественной войне Великой Отечественной войне Василий Иванович, вспомните предвоенные годы. Как люди воспринимали нормализацию отношений с Германией в 1939-1941 годах и было ли в стране ощущение надвигающейся войны? Во-первых, дорогие ребята, спасибо за ваши лестные слова, мой адрес, ну и попытаюсь ответить на ваши вопросы. Вот, говорите о предвоенных годах. Ну, конечно, прошло много-много лет, сейчас трудно собраться с мыслями, это одно. Второе, за эти 85 лет, или да, пошли за 70 лет от начала войны, я совсем другой человек был. За эти годы-то я изменился, и в отношении к войне я должен сказать, что вот я воевал, но тогда я о войне меньше знал, чем сейчас. Тогда я что узнал? Командиры взвода, командиры батареи, ну и газеты там иногда приносили нам, там читали. Но я не мог все охватить, наполнить знаниями, как сейчас. Ну вот, значит, конкретно теперь о вашем вопросе. Вы, наверное, знаете, вы уже взрослые люди, что в 1933 году в Германию к власти пришел Гитлер, фашисты. Советский Союз воспринял это отрицательно, фашисты. Там, вы помните, Бальцо Христага судили, Димитрова, Георгия и прочее, прочее. И вся наша пропаганда советская, вся была направлена против Гитлера и против Германии. И вдруг, в 1939 году, после того такой критики, вдруг, значит, Советский Союз подписывает договор о дружбе и взаимопомощи, а не нападении с Германией. Это было, как вдруг сразу резко изменилось отношение. Тут враги были, а теперь друзья, уже пропаганды такой против Гитлера не было. И это шокировал народ. Но мы верили нашему правительству, лучше пускай с врагом заключить мир, лишь бы войны не было. И все так шло до начала войны. Но, оказывается, уже потом мы узнали, что тут было задумано, задуманы большие перспективы Гитлера. Обмануть Советский Союз, гуманистик и прочее, прочее. Вот примерно мой ответ на ваш вопрос. Как вы узнали о начале войны? Какова была ваша реакция и реакция ваших близких? В это время я жил в городе Воронеже. Учился в школе ФСО после семилетки. Знаете, что такое школа ФСО? Фабрично-заводское обучение. Шесть месяцев учился на Токаре, и потом уже я начинал свою трудовую жизнь. И вот, значит, в это время, в этот день, это воскресенье было, 22 июня. Отец и мать мои уехали к себе на родину, в деревню. Я дома один был. И в 12 часов дня по радио, значит, объявили, что выступает народный комиссар иностранных дел Вячеслав Михайлович Молотов. Объявил, что началась война. Ну, знаете, тяжелое время было. Народ сразу, значит, забеспокоился, всколыхнулся. Сразу такое напряжение. И как? Чего? Ведь дело в том, что в 41-м году, в 41-м году жителям, которым было в 40-45 лет, они еще помнили первую мировую войну, 14-го, 18-го года, там, гражданская война. Они знали, что такое война. Я еще мальчишка был, мне губы разобьем там и прочее, прочее. А те-то знали, что такое война. Это несчастье. И сразу, и я не скажу, что сразу паника была, но уже старые люди сразу в магазины покупать соль, макароны, коробу, муку. Уже предвидели. Этому хорошему и доведет. Но потом еще было большое удивление, почему не выступил Сталин, а Молотову поручил такое событие. И поручил он Молотову. Но уже потом мы узнали, что вот сейчас недруги Сталина и антисталинисты говорили, что якобы Сталин первые дни в начале войны, он был в панике, не знал, что делать еще. Это все ложь. На самом деле он с первого дня войны начал руководить. Но за 3 июля он выступил, а за 2 или за 3 дня он не показывался в кабинете своем, а был на даче. Почему? Он готовился к выступлению. Все ждали, что Сталин скажет. Молотов, Молотов, а вот что у нас был Сталин. И вот теперь 3 июля, примерно как тоже в 12 часов дня, на весь Советский Союз выступил Сталин. Речь его была исключительно эмоциональная и произвела на страну большое впечатление. Потом нас заставляли изучать эту речь. И главное, что там меня поразило, не только меня и всех, он назвал в начале выступления, значит, говорит, братья и сестры, и просто как сейчас говорят товарищи, братья, друзья мои, к вам обращаюсь я. Как он хотел сблизиться с народом. И потом у него идет программа действий в войну. Но тут, и уже после, тогда я ничего не знал, уже после я узнал, что тут Иосиф Миссарион немножко слукавил. Почему? Он в начале своей речи говорил, значит, что началась война. Несмотря на героическое сопротивление Красной Армии, несмотря на то, что лучшие части немцев уже разбиты на границе, тем не менее война продолжается, немцы наступают. Уже по Минску взяли там и прочее, прочее. Какую там разбили? Он слукавил. Что, он не знал, что ли? Знал он, ну, видно, надо было воодушевить, что там, откуда мы знали, что там на границе делается. Но он слукавил. Это лучшие части разбиты. Где-то разбили. В 1945 году разбивали, разбивали. Вот это вот начало войны. Расскажите о том, когда и как вы были призваны в действующую армию. Ну вот я уже вам сказал, я уже жил в Воронеже, начал уже работать. Токарем на заводе мне Ленина. И я свидетель, не только свидетель, и участник обороны. Воронежа. Ну, я уже в армии еще не был, но я уже был комсомолец. В сентябре 1941 года вступил комсомол. Мы активно дежурили на крышах больших зданий. Следили за... Значит, сбрасывали бомбы. Там немцы не только бомбами, эти фугасами бросали на Воронеж, но в основном зажигатели, это небольшие бомбочки, начиненные термитом. И они падали, и от них возникали пожары. И вот на больших зданиях были установлены ящики с песком, крещи такие металлические, с двумя ручками. Вот надо было эту бомбочку схватить, она горит. Ее или в песок, или сбрасывать. Тушили пожары. Потом, значит, посылали нас на рытье против танковых рвов. Это я принимал участие. И жил в Воронеже до 4 июля 1942 года, когда уже на другой день, после 5-6, уже лемцы пришли, некоторые части мотоциклисты прорвались в Воронеж. А мы пешком, отец, мать и я, отца в армию не брали, он был инвалид. Пешком, в течение месяца эвакуировались на восток. Нашли до Борисоглебска. Месяц шли. И потом там устроились в одной деревне. Махровка называется. И там меня взяли, оттуда меня взяли в армию. В армию я попал в первый отдельный учебный стрелковый полк Приволжского военного округа. 5 месяцев нас учили, я попал в артиллерию. Артиллеристом. Артиллерист 45-ка. Что такое 45-ка? Это значит, шел 45 миллиметров в диаметре слова. Самый маленький, ниже. И еще были меньше пушки, 37-миллиметровые. Нас подготовили и на фронт. И попал я на Украину. И вот впервые готовили нас командирами орудий. Присвоили звание сержанта, но мы гордились этим званием. И думаем, ну сейчас приедем, будем командовать. А нас командирами не сделали. Чересчур молоды были. Меня назначили там заряжающим, потом наводчиком стал. И только в 44-м году я стал командиром орудия. И вот с этой частью прошел войну. Начали воевать на Украине. Вот вы, если знаете, изучали историю Отечественной войны. Это была Ясо-Кишиневская группировка. Второй маленький Сталинград. Там немцев окружили. И там их зимой, январь, февраль, разбили. Потом перевели нас в Белоруссию. Вот Белоруссия, это моя вторая молодость. Там я всю прошел в Белоруссию. В Минск брали. После Белоруссии, Прибалтику, Литву. Наш полк потом был присвоен, мы звали Виленский. Виленский краснознаменный. Потом Польша. Потом Восточная Пруссия. Кенисберг. Потом Померание. Это северный час Германии. И под Берлину. И закончил войну. Вспомните один или несколько наиболее ярких боевых эпизодов. Какая минута, день, события были самыми трудными, тяжелыми, опасными? Опасных минут много было. Говорят, что иногда спрашивают, страшно было ли, боялся на войне или нет. Боялся или нет. Если он говорит, что я ничего не боялся, значит, или он там не был, или ничего не знает о войне. Как это не бояться? Каждый человек хотел жить. Ну, вот, конкретно вы, эпизод, эпизодов много было. Ведь ордена славы, это солдатские награды. Офицерам не давали. Офицерам могли дать взау какое-то общее сражение. А это конкретно надо было. Или танк подбил, или сумолёт. Вот. Ну, и... И вот такой был случай. Это... В Прибалтике. Значит, мы попали под обстрел. Своей пушкой. Пушку наш стягала машина, судобекер, американский мед. В этой машине, помимо наших снарядов, возили снаряды всей батареи. Много ящиков было. И стояла бочка. Значит, мы попали с бензином. Надо заправлять машину-то. И когда мы попали под обстрел, под этот, значит, уже дело к вечеру было. И трассирующие пули летели, страшно было. И пули попали в эту бочку. Бензин начал вытекать. А у нас там... А мы в это время, наш орудийный расчёт, копали себе так называемый дворик, чтобы пушку осадить, чтобы она пониже была. И загорелась эта машина. Бензин загорелся. А у нас там были шинели, ещё там весь мешки в кузове-то были. Ну, и... Я и туда залез в эту машину, схватил шинель и давай тушить. Загорелся сам. У меня, ребята, вот канава была, грязная вода какая-то, начали поливать, чтобы я не сгорел. Я затушил это. Это мог взрыв получиться, могли быть снаряды. Но не дошло до этого дела. Затушили, значит, пожар. Теперь была команда отъехать немного с этого места, потому что она уже была пристрелена немцами. Отъехали. И когда мы... Я сел на пушку, там можно было на пушке ехать. Не на машине, а на... Ну, чтобы пониже. Там сиденье такое было, значит. И я... И в это время разорвался снаряд, пушка перевернулась, и я под пушкой оказался. И ногу у меня... Был ранен в ногу, и плечом мне, значит... Ключица была перебита. Ребята меня кое-как вытащили из-под пушки. Начали поднимать пушку. Никак не поднимут. Опять бросят. Еще, еще, еще хуже для меня. Но кое-как пушку перевернули, вылезли. Меня хотели в гости отправить. Я ни в какую. Не боялся отстать от своих ребят. И тут пушку привели к бою. А я был наводчиком в это время. И, значит, эту атаку отразили. И вот я раненый не ушел. Ну и потом там, я не знал, вдруг меня представили к награде. И примерно через месяц вдруг приехал полковник в нашу часть, и мне вручил орден славы. Вот третьей степени. Такие вот мои награды. Но мы вот видим, у вас очень много наград. А какая для вас особенно дорогая? И вот именно почему? Да вот слава, конечно. Ну вот, это две славы. Потом, значит, медаль за взятие Кенисберга, за взятие, за освобожение Варшавы, за взятие Берлина. Теперь две польские награды за Варшаву и за выход в Балтийское море. Вот такие вот. Вот такие, если мне такие. Ну и много тут наград юбилейные. Эти вот ордена, это юбилей, это боевой орден. Это награда за активную работу в движении, в ветеранском движении. А вот эта вот медаль, это за, ну, читай там, что написано. За заслуги перед Рамони. Перед Рамони. Ну, награды почетные. Ваше отношение к войне на разных ее этапах. С какими чувствами шли на войну? С какими возвращались? Была ли верна в победу, в правоту своего дела? Конечно. Все время была уверенность в победе. Несмотря на наши первоначальные потери, отступления, все равно мы молодежь, да и пожилые люди верили. Наше дело правое, враг будет разбить. И вот только с таким настроением мы могли победить. А вот в начале войны Красная Армия терпела поражение. Иногда говорят, что тогда было много дезертиров, и никто не хотел воевать. Правда ли это? Нет, это не совсем правда. Правда. Дезертиры были, редко были. Но воевать хотел он, не воевать, не спрашивали. Хочет он воевать или нет. Его посылали. Но потери-то были, неожиданность. Ведь самые сильные бои-то были вдоль наших границ государственных. Вот в Бресе. И тогда много попало в плен наших солдат. Так что это дело сложное. Как воспринималось в начале войны то, что Красной Армии пришлось отступать? Были ли среди Ваших знакомых люди, сомневавшись в победе СССР над Германией? Ну, воспринимали. Все с большим вниманием следили. Ведь тогда, что время, значит, каждый день, несколько раз за день сообщали по радио так называемое софт-информ-бюро. И говорили, что в результате таких боев наши оставили такой-то город. Это все было... Это страшно было слушать. И все отступали, 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 отступали. С горечью принимал это все и здесь весь наш народ. Особенно под Москвой. Какие бои были. Это страшное дело было, подумать. Но все равно вера какая-то была. Но некоторые и паниковали. И потом, когда вот, наверное, вы спросите, когда о событиях в Москве. Это первая победа была под Москвой. Это же подходили в некоторых местах. К Москве подходили. Уже немцы были за 30 километров. Бинокль уже наблюдали за Москвой. Это страшное дело было. Ведь Сталин-то еще в своей первой речи говорил. Значит, наша Родина находится в большой опасности. Это страшно было подумать. Что такое в опасности? Это значит, забрать Украину, землю, Белоруссию. Русских уничтожить до 50% славян вообще. Что мы одвинулись, значит, вроде они еще мечтали, хотели кое-кому сохранить жизнь, только за Уралом. Отдать все. Это же страшное дело было. И вот решалась первая судьба под Москвой. И там очень в критическом состоянии Москва была. И только благодаря сибирякам, что 18 дивизий были с Дальнего Востока из Сибири присланы сюда. И значит, благодаря руководству Жукова, Сталин Жукову поручил, все же Москву отстояли. Мало что отстояли. Еще на 200, на 150 километров были они отогнаны от Москвы. Это у вас была большая победа и надежда, что мы победим. А что вы знали осенью 41-го года о положении именно под Москвой? Да вот то, что я вам сейчас рассказал. Сражное дело было. Переживали, думали, что же будет. Если бы немцы в Москву взяли, что бы было. Да уже правительство, вы знали, уже было переведено в Куйбышев. Сейчас называется Самара. Правительство было. Только Сталин один оставался в Москве. А вот Верховный Совет, Калинин, Михаил Иванович. И все уже готовились, боялись. Ну и все равно, что-то вы... Москва это еще, вы знаете, французов в Москву отдали. Но все равно, все равно сохранили. Как вы узнали о параде 7 ноября 1941 года на Красной площади и речи Сталина? Да как узнал? Опять все, Совинформбюро передавало эти сведения. Дело в том, что, ребята, такое страшное дело, парад-то был 7 ноября. А начали отбивать немцев уже в декабре. Самый опасный самый момент был. Как он мог решиться сделать парад? И он правильно сделал. Это большое дело было, воодушевить народ весь. Но кроме Москвы, этот парад проводился только в трех городах. В Воронеже, в Куйбышеве. Ну, сейчас это Самара. Почему там в Куйбышеве? Там правительство было уже эвакуировано из Москвы. И потом там... и в Воронеже. Я в это время был в Воронеже. Я в Воронеже парад видел. Я жил в самом центре. И парад принимал маршал Тимошенко. Хрущев Никит Сергеевич. На трибуне стояли они. На площади, обкомовской площади. Никитин такой был, первый секретарь обкома партии. И вот таких три парада было. Ну, там они скромные парады. Но все же показали мощь, что... Особенно это было страшно для немцев. Когда они узнали, когда Гитлер узнал, как? Москву уже мы окружили. Ленинград уже блокирован. И он там парады проводит. Значит, он надеется на победу. И вот там впервые старин сказал, выступая 7 ноября 41-го года, пусть осенит вас. Будьте достойны русским полководцам Александра Невского, Кутузова, Суворова. Пусть осенит вас. Непобедимое знамя великого Ленина. И это был великий подъем. А как вы узнали о начале контрнаступления под Москву? И какое впечатление это известие произвело именно на нас? Ну, надо опять же, по радио я узнал. Я тогда еще, я еще в армии-то еще не был. И когда их начали гнать, это, значит, сибиряки в основном. Это была большая, великая радость. Их там здорово заданули. И уже после, когда я был в Германии и разговаривал, вот как с вами раз, как с молодежью, с немецкой молодежью, разговаривал я, ну, при помощи переводчиков там и кое-чего. Они патриотически были настроены, эти молодежь. Мы не победили только из-за того, что в России было очень холодно. Морозы были. Я говорю, что мороз только для немцев. Я говорю, что для нас и жалко было. Для русских. Говорю, вы были лучше даже одеты. Ну, а вы в шубах были. В каких шубах? У вас валенки были. Я говорю, что валенки-то хорошо иметь дома. Их валенки каждый день надо сушить. Ну вот. Как солдаты на фронте воспринимали приказ наркома обороны номер 227 ни шагу назад? Ну, этот приказ, он вышел, когда уже наши отступали с Соленрада. 42-й год, в июне месяца. Приказ, это жесткий очень приказ был. Ни шагу назад были созданы заграда отряды. Кто вступает, то его расстреливать. Но он больше, конечно, касался командного состава. А что рядовой, что он рядовой-то один не побежит. Но приказ этот был вовремя изданный. Приказ этот был лично Сталин, его сочинял, этот приказ. Ни шагу назад были созданы штрафные батальоны и роты, заградительные отряды. И этот приказ сыграл большую роль. И ни шагу назад, поэтому и Сталинград-то не отдали. А потом он постепенно этот приказ уже не имел такого знака. Ни шагу назад, когда начали наступать, 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 наступать. Что-то уже он не играл такую роль. Но в один какой-то период он же играл большую роль. Приходилось ли вам лично сталкиваться за штрафниками? С кем? Штрафниками? Да. Нет, не приходилось. Уже после войны был знаком штрафниками. Приходилось ли вам лично сталкиваться с ними? С штрафниками? Ну, мне не приходилось сталкиваться. Зачем я туда? Ну, штрафная рота, штрафной батальон. Вот, это, может быть, будет дико для вас. Но я вам скажу, штрафные батальоны и роты, батальоны и роты, это две разницы. Это были самые отъявленные, самые смелые люди. Понимаете? Были осуждены трибуналом. За разные проступки. И их штрафной батальон, или штрафную роту на месяц. Их готовили. Они шли в атаку, чтобы оправдать себя. Потому что, если он был ранен, он уже оправданный был, вроде бы, перед Родиной. Или он проявил героизм, и даже награждали. Вот, вы знаете, наверное, такой писатель, Карпов, не слышали? Герой Советского Союза, он штрафник был. Вот, эти штрафные роты и штрафные батальоны, это самые смелые люди были. Они ничего не боялись. Они их посылали в самые опасные места, и они воевали достойно. И, ну, многое погибало, конечно, это ясно. Ну, вот, о штрафниках, чего я знаю. Есть мнение, что за передовой никто не кричал. За Родину, за Сталина. Это вымстил коммунистической пропагандой. Так ли это? Да нет, почему не кричали, а призывали. Что они кричали? Караул за Сталина? За Советского Союза. Были порывы такие, конечно. Я лично, чтобы не пришлось мне, чтобы там кто-то призывал за Сталина вперед. За Родину слышал. Что такое? В войне-то участвовало миллионы людей. Не каждый же мог это слышать. Мы где-то в пехоте, может, в атаку шли. За Родину, за Сталина кричали. А я артиллерист был, я в атаку-то. Мне не приходилось ходить. Я больше отстреливался прямой наводкой. Расскажите о своих командирах. Ну, я помню до сих пор моего первого командира. Командира взвода. Фамилия его была Гончаренко. Я Гончаров, он Гончаренко, Сашка, старший лейтенант, спортсмен, кадровый офицер был. Командир батареи был Османов, капитан татарин по национальности из крымских татар. Что же я знаю, крымские были татары, казанские татары. Смелый, хороший был. Я как-то, и меня уважали. Я был наводчиком, там, ну, так и так, парень боевой был. Командиру полка, помню. Командиру полка был Минько, украинская фамилия. Командир дивизии был Соколов, замполит, и его заместитель командира дивизии по политчасти был полковник Чабан с Украины. Это вот такие... Помню хорошо, что я был в составе 5-й танковой армии, а этой армией командовал Ротмистров, генерал. Потом, будучи, он стал маршал бронетанковых войск, Ротмистров. Вот такие вот... Есть мнение, что советские военачальники не заботились о сбережении с жизнью солдат, не стремились воевать с меньшими потерями. Что вы думаете? Ну, это... Я думаю, что это неправда. Все заботились. Как это он... Другое дело, обстановка была, они не виноваты были. Ну, как они заботились? Обязательно, перед наступлением, перед тем, как жарить новые огневые позиции, проверяли, как, чего, чтобы меньше были потерь. Ну, без потерь войны не бывает. Кого в армии считали наиболее выдающимися полководцами? К какому периоду войны относится эта оценка? Ну, первый, конечно, полководец, это маршал среди маршалов, это Юрий Константин Жуков. Почему? Ну, собственно, Москву-то он спас. Ну, командовал он западным этим фронтом. И где тяжело было, Сталин его туда и посылал. И в Ленинград, и в Сталинград, и на Украину. И где он же не только был командующий армиями и фронтами, но он же еще был первый заместитель Сталина. О нем много, и солдаты много говорили. Ну, ведь солдат, да да маршал, все мы о нем знали. Из разговоров солдаты, живые люди-то разговаривали. Вот вспоминали Жукова, Рокоссовского. Рокоссовского в нашей памяти, в солдатской воспоминаниях, был как более интеллигентный человек. Более спокойный, вот, а Жуков более резкий. Но он резкий и настойчивый, он был настойчивый и резкий. С генералами и с офицерами, но не с солдатами. Что он солдат мог? Солдат он любил, и солдаты его любили. Да он Жуков, он себя не щадил, как военный, он не щадил, ночами не спал. Вот под Москвой, неделю он не спал, его будили, или он ночью станет снегом, натрется. Потому что опасно было, он себя не щадил. Но если ты себя не щадишь, он не будет щадить своих помощников. Если он не щадает, не совсем, а ты будешь у него лодернчить. Он их и трес, они его побаивались, Жукова. Ну, хорошо, Василевский потом здорово прославился. Между прочим, все военачальники тех времен, Тракасовский, Конев, Черняховский, один из молодых. Он, в то время им было, в 41-м году, примерно 40-45 лет. Это самые мощные, самые мощные люди, понимаете, молодые. Самый старый из них всех, это был маршал Советского Союза Шапошников, бывший офицер еще при царской армии. Он был начальником генерального Шрама и уважал Сталин. Сталин позволял только ему при нем курить и называть его Иосиф Виссарионович, а то еще его называть товарищ Сталин. И он любил этого интеллигентного человека. Он большой специалист по военному делу был. Ну, и знали Конева. Ватутин был, это наш, командующий Воронежским фронтом. А вот вы знаете, что такое фронт? Вот он мне спрашивает, он говорит, был на фронте? Я говорю, был. А на каком? Есть фронт общие понятия. Был война, это фронт. А есть фронт подразделения, военные подразделения. Что такое фронт? Это несколько дивизий, несколько армий под одним руководством. Вот Воронежский фронт. Вот когда был создан Воронежский фронт, и Ватутин был назначен. В этом Воронежском фронте было насчитано примерно 300 тысяч солдат и офицеров. И тут фронт, или там Первый Белорусский фронт. Или еще говорят, армия. Армия, это вообще есть армия. А есть подразделения, армия, пятая танковая армия. Есть мнение, что Жукова на фронте не любили, называли мясником. Вам приходилось тогда слышать что-нибудь подобное? Никогда нет. Ее солдаты любили. Некоторые офицеры не любили, потому что он был очень строг. Времени нет. Я потом вам расскажу один эпизод, как он расправлялся. Жуков с нерадиевым. И он быстро их менял. Он приезжает в полк. Где командир полка? Да, командир полка отдыхал. Он ее поднимает. Доложи обстановку. Кто-то тык-мык не знает. Плохо обстановку знает. Начальник штаба, доложи. Начальник штаба хорошо докладывает. Он говорит, товарищ полковник, вы еще рано стали командовать полком. Вы будете начальником штаба, а начальником штаба стал командир полка. Ну, вы его за это не любили. Он правильно делал. Кажется, он жестокий был. А как он мог быть жестоким? Он же командовал-то или фронтом. Он был заместителем у Салина. Ну, как он мог жалеть солдат, когда он занимался стратегическими вопросами? Стратегией, стратегией. И как он мог солдата беречь? Солдат мог беречь командир полка. Он знал, когда послать в атаку. Ну, как? Или Сталин не берет. Да как же Сталин не берет? Когда он спас Россию. Он миллионы людей спас. Если бы не он так погиб. Вот сейчас многие евреи в Израиле обижаются. О, как он Сталин евреев не любил. Да он спас этих евреев-то. И Россию спас. Ведь они же по плану Гитлеров-то. Славян-то было надо уничтожить. Российская раса должна быть. Это раз не спасение было. На фронте были люди разных национальностей. По вашему мнению, многонациональность это плюс или минус? Конечно, плюс. Но дело в том, что национальности у нас разные были. По своему развитию. Одно дело украинец, белорус. Русский. Или казах. Или там киргиз. У нас были, вот в нашей батарее, нас прислали. Казахов. Молодые, неграмотные. Они не только там паровозы, они в своей жизни ни разу не видели. Они там в пустынях, в этих, с верблюдами жили. Вот их человек пять на батарею. Они соберутся по-русски, разговаривать не могли. Алла-балла между собой. Кого там ранят, соберутся, плачут и прочее, и прочее. Тогда их начали рассылать по одному среди нас, среди русских солидет. Тогда они уже тут обживались и прочее. Ну и воевали. Многие герои были. А многие и так. Даже анекдот такой был. Когда позиционная война. Позиционная война, это значит, когда в некоторое время немцы и советские рядом стоят. У них окопы, и тут окопы. Ну там, может, месяц могут стоять. И даже переговаривались через рупор. Просили, меняли, там, махорку добывали. И они с рупором, немцы иногда, подползали и кричали. Руси, сдавайся! Один вылазь, а узбек можно? Они думали, только русские могли сдаваться. Повлияло ли участие в войне на ваше отношение к религии? Если да, то каким образом? Я как был атаист, так и останусь. А вот в войну я не видел никого из ребят, из наших молодых, чтобы он с крестиком, чтобы он крестик носил. Может быть, и некоторые иконки маленькие носили, но они скрывали, стеснялись. Или он где-то в карбане держал, а на шее не держал. У немцев на пряжке было написано. Знаете, что было написано? С нами Бог. Они с Богом воевали. И мы с Богом. А где же он Бог? Почему же он допустил такую битву, что у нас 27 миллионов погибло, и у немцев всех погибло. И все с Богом. Что запомнилось вам из встреч с населением во время отступления, во время пребывания в прифронтовых населенных полках? Мне не пришлось отступать. Я в 41-м нет. А вот когда шли, особенно в Белоруссии, встречали нас со слезами на глазах. Выносили попить водички, молоко выносили, кормили, поили. Хотя и сами были голодные. И вот чем дальше продвигались на запад, тем хуже. Ну и поляки не очень-то хорошо к нам относились. Немцы были запуганы им. Они там... Мы с ними особенно не тикались. Сами чего надо, мы сами отбирали у них. В смысле, например, еды. Ну, тут, тому же, легче было солдатам. И пехоте, и артиллеристам. Мы все время в наступлении. А все время в наступлении, значит, трофеи попадались. Кухня за нами не успевала к нам готовить. Как вели себя наши солдаты в освобожденной Европе? Сначала агрессивно вели в Европе. Под влиянием пропаганды. Вот тогда был такой... был, и он, и здесь писатель Илья Эренбург. Он такие патриотические статьи писал. Если ты немец, убей его. Мы должны убивать немцев. А потом появилась статья в «Правде» изучали мы, что Эренбург упрощает. Гитлер их приходит и уходит, а немецкий народ остается. И вот под впечатлением первых этих статей и пропаганды русские мстили немцам. Много было обиженных. Знаешь, сколько? У кого... Вот, например, у нас один был, его семья была... В Киеве жила. Значит, его отец, мать, сестры, братья были расстреляны. Немцы. Немцы расстреляли. Он разве мог утерпеть, и он позволял себе. Но это... Это редкие случаи были. Все же русский солдат был более жалостливый к немцам. Вот партизаны в Белоруссии, я это я сам видел своими глазами, пленных мы ведем, и партизаны выходят из леса. Так они у нас отбирали этих немцев, пленных, и расстреливали. Так они... Они потому что им насолили, что они там всю Белоруссию сожгли. А вот... Мы все же как-то... Люди все равно жалко было. Человек это. Чем удивила вас жизнь за границей в тех странах, которые пришлось освобождать? Что удивило? Ну, в Германии мне чего могут там солдаты... Нас не удивляло, а просто мы видели, что немцы жили более культурнее нас. Во-первых, они... Чтобы вот в городах, вот Эльбинг город, ну, потом дальше в Пемеране, в Енисберге. Как это такое жить, если в квартире, вот, городской, нет ванны, или приемника нет? Это вообще ужас. У немцев. А у нас все было. У нас в основном-то солдаты-то в войну. Солдаты-то кто были? В первую очередь 95% крестьяне, колхозники. Почему рабочих? Городских-то мало было. Если он квалифицированный рабочий, их держали на заводах. Надо было танки делать, самолеты делать. Да им должен быть квалифицированный в работе. Он же хоть там и где дети. Ну, чтобы знать свою профессию токарем или там фрезеровщиком, надо же грамотному человеку быть, уже опытному. Поэтому большинство крестьян было, а крестьяне малограмотные были, что там скрывать. 7 классов, вот у меня было в то время 7 классов, ой, читал, ну, это грамотный человек он мог и письма писать, и читать, и прочее, и прочее. А есть, а особенно эти казахи, узбеки, так удивлялись, когда раз нам было отступить немного, машину никто не мог водить, кроме шофера. Офицер не мог, не умели. Вот сейчас сравнить сейчас, да сейчас любой школьник сядет, заведет на легковое, на грузовое, это как отставали мы в смысле владения техникой. А расскажите, пожалуйста, о вашем отношении к врагу, каким вы его видели и воспринимали? Ну, собственно, я уже ответил, враг есть враг. Особенно мы с ними не жалели, но пленных не расстреливали, хотя и были случаи. Например, например, вот откровенно я вам скажу, когда большую группу захватывали в плену в Белоруссии, 100-200 человек сдались. Их специальные конвоирные команды их ведут, и потом голову сколько с ними надо морочь, их надо кормить, их надо поить. А если один-два попался в наше подразделение, ну, куда его девать-то? И куда-то его надо везти, то его лучше расход. Вы уделяли национальности, против которых воевали, например, румынии, итальянцы, венгрии, финны, японцы, или для вас это было просто враг? Все они были враги, но самые страшные для нас были, во-первых, немцы, потом по жестокости финны, белофины, а вот помимо этого вендры, или мадьяры, это крохоборы были, грабителей, они плохие вояки были, но грабители хорошие были, они в основном здесь, в нашей Воронежской области, значит, их побили много, это вот за Воронежем, Гремячая, Рудкино, Кочетовка, Семидесятная, Борщева, вот эти вот села, сливые географии, хорошо знаете, на нашей области, и они там их тысячи погибли зимой, 43-го года. Они грабили вот Воронеж, вот села есть такая, Ивановка, 30 километров от Воронежа, там стоял, стоял штаб 2-й венгерской армии, их наши назвали мадьяры, правильно называть мадьяры. они ездили в Воронеж, там автоколонна была, в Воронеж приедут, уже в Воронеж населения не было и грабили, там собирали кровати, постели, там тряпки, уже еды там вредные, и привозили сюда, отправляли посылки каждый день к себе домой, вот такие были вояки. Ведь, ребята, ведь когда началась война, эта война была не только с немцами, вся Европа, кроме Турции, вроде она нейтральная была, но все равно она за немцами была, и более нейтральной была Греция, все страны были мобилизованы против Советского Союза, Италия, Франция, она уже была поделена, половина Франции была занята, а половина там еще Дегольтам это организовала сопротивление, оттуда были добровольцы против Советского Союза, Венгрия, Румыния, Финляндия, Италия, Португалия, из Испании дивизия одна была, и все, до этого, ну, военный человек военный, это сила, живая сила, а техника техника-то их вся опять против нас работала, и машины, и танки, и вот в Воронеже, когда освободили Воронеж, Воронеж был здорово заминирован минами, немцами, когда они 25 января ушли, и когда наши пришли, надо разминировать, больше 10 тысяч мин было найдет, а мины все разные, разных образцов, и французские, и финские были, они, вроде все мины, конструкции их разные, и многие наши саперы, а в основном там молодые девчата были, разминировали, многие погибли, трудно было разобраться, как она мина устроена, немецкие знали, а тут вдруг французские, когда не туда полезет взрыв, и... А приходилось ли вам во время войны слышать о власовцах, и как вы к ним относились на фронте? Слышал я, конечно, слышали, знали о власовцах, это были наши враги, но дело в том, что власовцы много у меня, мой близкий родственник, дядя, был в плену, в плен он попал уже в госпитале, у него ноги уже не было, ноги, ампутировали руку, это мой дядя, мама, и он рассказывал, я ему рассказывал, много солдат у власовцев были, шли, при помощи власовской агитации, чтобы уйти из концлагеря, хоть там покормят, люди умирали с голода, еще они уходили к власову в армию в надежде, что они убегут оттуда, или как, вот, но, ну, учите, что власовцы, им не пришлось воевать на фронте против Советского Союза, им не пришлось, им даже и Гитлер им не доверял, ведь власов-то он что хотел, он вроде против Старина, я за Россию, мол, некогда немцы, если победят Советский Союз, он будет возглавлять, значит, русскую армию, видишь он у него, какие планы-то были. Что представляло наиболее сложность быту, когда было труднее воевать, летом или зимой, почему? Летом было легче воевать, потому что тепло, можно гимнатерку постирать, портянки сменить где-нибудь найти, но зато летом все время в движении, все время в бои, зимой было тяжело воевать, потому что холодно, ведь вот представляете, ребят, вот я, значит, почти три зимы провоевал, ни разу я не ночевал в хате, зимой, морозы, вот сейчас, вот нас сейчас четверо, да, вот меня назначить командиром, вам дать саперные лопатки и куда-нибудь послать в Нелжу, мол, идите, там будет бой, и мы пойдем, мы с дорогой померзнем, где ночевать-то, и костра нельзя развести, тогда я, значит, демаскируюсь, дым будет, вот немцы уйдут, ночью, да, а ухитрялись, никакая болезнь не брала, а вот боевать тех, знаешь, когда же было лучше воевать, лучше, лучше не воевать, ни живой, ни летом. А вот боевая техника или оружие свое и противника, шли на равных, борьба шла на равных или нет? Это вопрос тоже сложный. Например, танки наши, 34-ки, были лучше признаны во всем мире. Это я так считаю. наши реактивные снаряды, ну, так называемые, «катюши», это грозное оружие было. Стрелковое оружие, вот наше трехлинейное винтовка изобретения Мосина, очень была хороша в том смысле, что она и грязная, и ржавая, она все равно стреляла. А у немцев стрелковые оружия были более точные, там, где ржавчина, все, она и замыкала. Но у них авиация сильнее была в начале войны и больше было. Ну, и порядок у них в смысле снабжения боеприпасами, в смысле снабжения питанием у немцев было поставлено намного лучше, чем у нас. Это не секрет. И форма, вы смотрят, с кино смотрите, видал, как немцы были одеты. Мундирчики, что офицеры, что рядовые, каски, во всех каска, вещь, мешки такие, ранцы, а наши, фуфайки, рваные. А расскажите, пожалуйста, о вашем личном оружии. Это личное оружие. У артиллеристов винтовок не было, были карабины. Это та же винтовка, только она укороченная, с винтовкой, с пушкой, неудобно. А потом постепенно, постепенно, когда появлялись трофеи, мы переходили на немецкие, у немцев были хорошие автоматы, легкие, и они заряжались при помощи такого рожка, рожка на, и применяли немецкое стрелковое оружие, автоматы особенно, а так, карабин, и пушка, наводчиком был, потом командиром орудия был. С какими развлечениями в минуту и часы отдыха приходилось встречаться солдату за годы войны? Песни, выступления артистов, концерт, фронтовой бригады, вспомните конкретный случай, пример. фронтовые бригады и прочие, и прочие, и прочие песни и пляски, хотя они были в тылу больше, на фронте их не было, все ерунда. Как? За 200, за 300 километров дети на отдыхе, какая часть стоит, они туда приедут. Ну как пляшать он будет, когда снаряды рвутся, когда? Ведь надо собрать народ-то, ведь мы думаем, что там они, они, конечно, большое дело делали, но вот любой военачальник, он их избегал, что надо солдат собрать, надо 200, 300 человек собрать в кучу, чтобы им показать концерты этот. Ну кто же это рискнет на фронте это делать? А в тылу где-нибудь, или в госпитале, или какая-то парфюмировка, они там и, значит, плясали, а сейчас вроде артисты большое дело, они большое дело делали, но их никто не видел. И так же песни, вот песни сейчас много, когда начинаются эти концерты, посвященные Великой Отечественной войне, концерты, и песни поют, и там, и землянку, и, значит, и прочее, и прочее. эти песни появились и начали петь уже после войны, а тогда на фронте ничего не... кроме одной, может быть, знаменитой петь, Катюша, она всегда была, всех времен, или руссконародные, или украинские пели песни, а эти... Они на фронте между мужчинами и женщинами. Были ли женщины в вашей части? И приведите конкретный пример или случай с жизнью. Были. Женщины в нашей части. Уже в конце войны телефонистками были. Ну и главное это медработники, санитарки. Ну и что, к ним относились, конечно, свято. им тяжело ж было, представляете, девушка, кругом одним, парни молодые, ей же надо определенный быт, и одежда, и прочее. А она все с солдатами, ну, с пониманием относились и уважали. Была у нас одна санитарка, Наташа ее звали. Вся батарея в нее влюбилась. И они большое дело делали. перевязывали раненых и вытаскивали с поля боя. Потом была у нас одна телефонистка. Ну, заменяли они мужчин. Водка, спирт на фронте помогала она воевать или мешала? Кто? Водка, спирт на фронте. Ну, тогда я водку не кушал еще. Ну, теперь, значит, в конце войны начали выдавать. Иногда, иногда. Но, надо сказать, что однажды, это я знал, когда Сталин вызвал одного генерала, который отвечал за тыл и у него спрашивал. Он спрашивал у него, чем солдат кормили и как в Первую мировую войну. Он сказал, сухари, хлеб-то, разве, что-то, едешь, свежий хлеб, сухари, вобла, рыба, и, говорит, и спирт. Он говорит, тут надо, говорит, и в эту войну практиковать. И вот, значит, начали выдавать боевые 100 грамм. А что такое? Вот у нас орудийный расчет. 7 человек около пушки. Я был там, я еще, мой друг был, Иван, Ваня Луханин, самые молодые. Вот, особенно зимой, вдруг старшина кричит батареи наши. Тут пушка, там 100 метров, там пушка. Кричит. с каждого орудия, с котелком, водку получать. И вот мы командируем одного солдата. Ну, мне, например, очередь досталась. Я беру котелок и бегу к соседям. Он наливает там на этих, на 7 человек. Приносит. А в этом у нас среди этих 7 человек половина молодые, нам по 18, по 19 лет, половина старики, им их называли, которым уже было под 40. Ну, они похитрее, поопытнее нас были. Они говорят, «Ребят, ну, чего тут делить? Давайте, мы сейчас вот втроем это все выпьем, а в следующий, когда нам дадут, тогда это вы. Ну, вот они вы. Она мне доставалась. А потом, пока до дилижанта дойдет, там старшина себе водички добавит, а спиртик. То, в пехоте давали. Давали когда? И то не всегда. там уж, чем там помогал. Перед атакой. Понимаешь, молись, голос, смелее. и шел. Ну, помогала. Зимой иногда там погреется. Ну, а это, ничего. Роли большой не играла. Когда и откуда вы писали домой? Что сообщали о себе? И как сильно сказывалось наличие цензуры? Ну, цензура действовала. Ну, тогда, знаете, письма-то, как писали угольнички, и конвертов не было. Вот. цензура зачеркивала некоторые предложения. Там уже не разберешь. Значит, сохраняли военную тайну. Не дай бог, я напишу, где мы находимся, в каком городе, или в каком селе. Ну, как же, немцы узнают. Глупость, конечно, была. Теперь, не дай бог, если я им напишу, что мы отступаем, или там все непатриотические слова. Зачеркивали. А когда получали, ну, я писал, у меня некоторые письма сохранились. Мои я с фронта посылал, и мне какие писали, сохранил. Многие документы до всех пор сохранили. Когда получали от родных письма, там тоже иногда читаешь, две строчки зачеркнутые, не разберешь. Когда жаловались, что плохо, что есть нечего, что голодаемый, там еще зачеркивали, чтобы солдат не тревожить. Это мы так знали, догадывались. Больше это для сохранения военной тайны. Ведь все адреса-то были в письмах, военные адреса, полевая почта, там нигде было написано, я служил в 146-м стрелковом полку, там, 5-й танковый день, полевая почта, номер 36, там, А, Б. Вот это вот. Скрыл скрыл больше для сохранения военной тайны. Вы были ранены, когда и где? Был, был ранен. В Белоруссии был контужен, а в Прибалчике был ранен. Я уже вам так впереди рассказывал, когда был в ногу ранен, когда пушка на меня упала. лечился. Сначала я никуда не в санитар, там меня перевязали много, и все. Ну, и думаю, я не пойду, а то, если я в госпель попаду, тогда я уже в свою часть не попаду. Там же не будет опять ищешь. За это время куда направить туда и пойдешь. А мне я боялся отстать от своих ребят. Тут же мои все друзья вместе сколько воевали, сколько учились и прочее. Я санчасть, в каждом полку была санитарная часть. Но я там, и я не уходил. А потом нога все время начинает болеть и болеть, уже начал перевязок не делали. Ну и по полтора месяца в санчасти пробыл. А в санчасть, все документы в санчасти больше трех лет не сохранялись. Их потом сжигали. А вот кто в госпитале был, хоть один день, если он там записан, он считается как раненый Великого Отечественного Монима. Поэтому я по документам не раненый. Я проходил, когда на пенсию я проходил медицинскую экспертизу, показывал все свои шрамы и прочее. Они говорят, да, вполне возможно было там такое, но из-за дальности времени мы не можем утвердить, что ты был ранен. Может быть, тебя кто костылем навернул по ноге. Ну и так поэтому я инвалид в Великой Отечественной войне по общему заболеванию, но не по ранению. Ну и слава Богу, жив, здоров. А вы были в плену или в оккупацию? В оккупации не было и в плену не было. Как после войны относились к тем солдатам, кто побывал в плену? Были ли такие среди ваших знакомых? Были, много были и есть, и сейчас есть. Очень хорошо я к ним отношусь, потому что эти люди несчастные лучше умереть, чем быть в плену. Ну, выжили люди. Какие они мухи перенесли. Голод, холод, издевательства. А кто был изменниками, тех они получили за свои заслуги. Дело в том, что, ребята, вот мне тут один товарищ, рассказывал, как убийство. Немцы до того педантичны были, что всех пленных, какие попадали в плен, они на них заводили дела. Досье так вот, ну, какая-то карточка. Там было написано, писали там, как он попал в плен, сам ли он сдался, или он раненый попал в плен, не мог, или он сопротивлялся, и прочее, и прочее. А потом, как он в плену вел себя, или он сотрудничал с немцами, или был там в отрядах, или в группах сопротивления, и когда нас это заняли, всю Германию, и эти документы попались, архивы, это было большое подспорье для наших КГБшников. Они читали, ага, немцы нам сами помогали искать этих изменников, и когда их начинали просевать, всех пленов, так называемых, просевали, как ты вел себе, значит, они по немецким документам и знали, как ты попал в плен, и как ты вел, и все, кто нормально вел, и несчастные люди, их отпустили, они дома, жили, работали, прочее, прочее, а кто замешан был, их искали, еще свидетелей, их отправлять туда, куда надо. Что вы знали о союзниках СССР, и насколько ощущалась на фронте их помощь? Да, помощь, конечно, была, машины, вот у нас сюда ветер был и прочее, ну и там иногда уже в конце войны, значит, перепадала и тушенка, колбаса там в пакетах, вот, но дело в том, что на третий день войны 24-го июня, значит, сенатор один американский, как его, потом он стал президентом, был, в то время был Рузель, а это как, Иден, по-моему, и Этли, он выступил и сказал по радио на весь мир, не только для американцев, но все знали у нас, знали ее выступление, он там говорил, началась война между русскими и немцами, если немцы будут побеждать русских, мы должны русским помогать, но если русские начнут побеждать немцев, мы должны помогать немцам, пускай они больше друг друга убивают, а потом мы вступим в войну, и вот когда война началась, Сталин просил и ставил вопрос перед Черчиллем, перед Рузельем об открытии второго фронта, в 41-м они не открыли второй фронт, им только надо было ла-манш форсировать, но немцы никогда бы не выдержали войну на два фронта, отсюда и оттуда, в 42-й не дали они открыли второй фронт, в 43-м не дали, в 44-м 6-го июля они открыли второй фронт, когда уже наши под Берлином были, они испугались, что наши только Берлин в Суеване захватят, политика у них была, чем больше мы убьем друг друга, тем для них лучше, и получилось как, война окончилась, у нас 27 миллионов, и тут условно, до сих пор не знаю сколько нас погибло, у немцев тоже примерно с населением, с немецким населением бомбили, а у них потери миллионы, а у них у американцев погибло 370 тысяч, у англичан 380 тысяч, и у французов около 500 тысяч погибло, вот кто победил теперь, рассуждайте, они все захватили, американцы, война окончилась, они сейчас, мы победили, если бы мы русские, чем они помогли, тушенкой, что ли, с этой, мы без тушенки победили бы, когда и где вы впервые столкнулись с полученными под Лен-Лизу танками, самолетами, автомобилями, приходилось ли вам есть американскую тушенку? приходилось, приходилось, редко, но приходилось, самолеты, ну как, видел самолет у них, как самый, и там танки у них плохие были, боялись наши танкисты на них воевать, они, когда броню пробивалось, снаряд, осколки здорово ушли, понимаешь, что броня мягкая бывает, она пройдет, и там больше осколками, танки и самолеты у них плохие были, наши лучше были. А где и как вы встретили День Победы 9 мая 1945 года? под Берлином. Вот. Мы участвовали, значит, во взятии Берлина, а потом, дело в том, что, помимо общей такой информации, еще было солдатское радио. Мы солдаты, хоть солдаты, но знали иногда вперед, чем офицеры знали. Почему мы такие умные были? Да потому что наши друзья были и телефонисты, и радисты. Они же, мой товарищ, он узнает новость. Разве он может вскрыть такую новость, что там подписан уже, это самое, Кейтель подписал капитуляции. Он же товарищу скажет. И пока не дойдет, мы уже знали. Война, по сути дела, кончилась не 9-го, это 9-го только подписали. капитуляции 9-го мая. А уже 1-го, 2-го мая уже войны-то под Бердом уже не было. А пока их подписали, пока их собирали, этим немцам надо было, там некоторые соглашались на капитуляцию, некоторые потом Гитлера искали и прочее, прочее. И мы знали. И восторг, конечно, был. Это страшно подумать. Рядовые солдоны, я там сержант был, мы уже офицерам не подчинялись. А что, война кончилась, скоро домой, до дома еще далеко было. Начали стрелять вверх, из пушек, представляете, боевыми, где-то он снаряд, кто падет. Своих, сколько погибло, из пулемета, из автомата. Потом начали уже к концу, это 9-го, когда официально услышали капитуляции. Уже к вечеру тут начали митинги организовывать, танки выстроили и холостыми стреляли вверх. Ну, радость, конечно, была великая. Тут дисциплина упала, война кончилась, стариков начали подбирать, старики, которым по 40 лет, мы их стариками называли. Значит, готовиться домой отправлять. Ну, и потом пошло, пошло. А у меня так получилось, что я еще после войны еще года 4 служил. Меня по моим годам не пускали домой. Какой фильм о войне лучше всего передает атмосферу тех лет, отношения между людьми вашего поколения? Ну, ребята, знаете, что, фильмов я пересмотрел много. И причем трудно назвать фильм, который всю истину правду показал. Мы, старые люди, которые фронтовики, прожженные фронтовики, обстрелянные, очень видим, где фальш и где правда. И вот сказать, если первую половину фильма после войны, они чересчур патриотичны были. Ура, ура, ура. То есть, сейчас после антисоветские, а сейчас наоборот показывают, обязательно какого-то дурака, замполит, покажут, командир полка дурак, такие страсти и прочее. Что там неправда и тут неправда. я вижу даже, как солдаты, как одеты, даже, но самый лучший фильм, который ближе мне подходит, я думал над этим вопросом, это вот по Шолоху они сражались за Родину. Там идет пехота, плохо одетый, но с шутками, война, страшная война. Это вот более-менее похож. А там еще что-нибудь сказали про литературу? Нет, нет. А современные фильмы о войне, они действительно более правдивые, чем снятые в советское время, или нет? Да я уже сказал. Половина там правды, половина лжи. Произведения какого писателя наиболее правдиво отражают войну? Ну, однозначно нельзя сказать. много произведений. Ну, во-первых, они сражались за Родину. Фильм и повесть незаконченная Шолохова. Они сражались за Родину, правда. А его, например, для меня очень близок Твардовский Василий Теркин. Там он такой, знаете, во-первых, патриотичный, но он правдивый. Вот. Опять же, у Твардовского есть стихи, вы, наверное, знаете, литературу, я не знаю, вы изучали «Еубит под Ржевом». Не читали такую стихи? Вот. Весь писатель такой, Некрасов, в окопах Сталинграда, правдивый, правда о войне. Ну, и много такой билетристички там. Мы-то понимаем, что много там или чересчур патриоты сильные или отстали. А какой фильм о войне вы посоветуете посмотреть молодежи и какую книгу прочитать? Только вот я же сказал. Все надо читать. Ведь дело вот в чем. Вот в девятом классе по истории что вы изучаете? Великую Отечественную войну. Великую Отечественную войну. Учебники пишут ученые, да? И один ученый не может весь написать учебник. Их там несколько учебников. Один берет атакует в период. Один профессор или кандидат наук берет Великую Отечественную войну, он описывает. А потом под общей редакцией уже выходит учебник. И вот я эти учебники все просматривал, читал. Вот перед Великой Отечественной войне, перед войной в учебнике написано, что коллективизация, раскулачивание, репрессии и прочее. Ну, свет конец в стране. Это один писал. Теперь в этом учебнике вторая дальше идет. Великая Отечественная война. Началась Великая Отечественная война. И весь советский народ встал на защиту своей Родины. Ну, как же он мог встать на защиту Родины? Только перед этим мозги детям писали, что там не жизнь, а ужас был. Поэтому надо учебники читать, думать. Как же мог советский народ? Полтора миллиона было партизан. Кто их заставлял? Там вопрос у вас был. Кто их заставлял идти в партизаны? Да они сами шли. Вся Белоруссия полтора миллиона партизанов было. Значит, надеялись на ту жизнь. И тяжело было, но победили. Что вам хочется рассказать, добавить ко всему сказанному? Да чтобы вы учились хорошо, и историю изучали, и Великую Отечественную войну изучали. Внимательно надо изучать, и критически. было много хорошего, много и плохого. Спасибо, ребят. И вам, Василий Иванович, огромное спасибо. Спасибо.